Мало того, что мне будет сложно повторить макияж нейросети, у меня еще челлендж только три кисти. Здравствуйте. Сегодня, ребята, у нас очень-очень интересный челлендж. Я решила не просто снять обзор на новую палетку от Influence Beauty, которая называется Neuro Artist. Нейроартист. Ну или нейрохудожник. О, реально? Я решила попросить нейросеть нарисовать мне макияжи. Ну и, соответственно, их повторить. Я очень долго ждала результатов. Некоторые были не совсем то, что мне было нужно, но я вам покажу четыре. Повторим однозначно два. Самый первый результат у меня был с требованием люкс. И вот, что мне выдалось. Это достаточно странный макияж. Не знаю, может быть, его повторим. Я еще пока не думала. Следующий, когда я написала фиолетово-серые тени, мне выдалось вот это. Это тоже симпатичный, достаточно макияж. Но здесь форма бабочки. Это мне не очень подойдет. Плюс в палетке нет матового-фиолетового. Следующий результат я считаю самым адекватным. Здесь зеленая тень. Это повторить смело можно. Это будет наш третий макияж как раз. Четвертое фото выдалось тоже неплохое. Но я вот даже не знаю, что повторить. Потому что самая первая выдача, она как будто немного векторная все-таки. Я такой макияж делать не буду однозначно, потому что тут очень странная тушевка. Глаз выглядит очень нарисованным, поэтому я откажусь от этой затеи. Но фиолетовую стрелу, я думаю, возьму и объединю с четвертой выдачей. Давайте так сделаем. Сразу же ко мне тогда на максимум идите. И попробуем объединить эти два варианта. Вот этот глаз я сделаю как-то по-своему. И под приятную музыку сделаю третью выдачу, которая мне очень понравилась. Также, ребята, идеи макияжа с этой палеткой у меня будут выходить в шорт. Поэтому следите, пожалуйста, где купить эту красотку. Ее можно приобрести в Литуале. Она эксклюзивно для Литуаль сделана. К сожалению, в Северодвинске этой палетки не нашлось. Но, ребята из Северодвинска, для чего онлайн-магазин Литуаль работает? Чтобы из него заказывать. Палетка достаточно компактная, маленькая. Она со мной ездила в отпуск, но я ее берегла, почти не красилась ей там. Как обычно, веганская Cruelty Free в ней 10 оттенков. 5 матовых и 5 металликов. Я тут вижу, еще сатины есть. Но ничего, применим сегодня сатины. Пора их уже наконец-то полюбить. Зеркала в палетке нет? Ну такая она, приятная. Тенью Инфлюенс Бьюти вообще хорошая. Напоминаю, что ее можно приобрести эксклюзивно в Литуале. Мало того, что мне будет сложно повторить макияж нейросети, у меня еще челлендж только три кисти. Да, я решила усложнить себе жизнь по максимуму. Ну что, давайте начнем. Вот как раз эти два макияжа, которые объединить хочу, они между собой чем-то похожи. Давайте я этот глаз сделаю на праймере, а второй, который, типа, моя идея, там будет на... просто на консилере. Ну что, я начинаю с розового. Мне очень страшно, на самом деле, так при вас набираю, чтобы вы не думали, что я тут хитрю как-то. Но я буду хитрить в плане того, что кисти между макияжами я буду чистить свои замечательные губки. Тени совсем немножко пылят. Сложно, здесь какая-то странная тушевка пошла у нейросети. Это что за пигмент невероятный? Кисть, кстати, похожа дуофибра. Скажу сразу, я их ни разу не тестировала. Зря дуофибру, конечно, схватила, но ничего, я сказала, сегодня челлендж. Прям полноценный. Так, у нее еще оттушевано там оранжевым, поэтому сейчас будем тушевать все это дело. Пигментация достаточно яркая. Я вчера, кстати, эти тени тестировала. Прикреплю фото, у меня ничего не потускнело. А в начале что? Ой, у нее в начале светлый такой сиреневый. У меня такого нет. Я возьму серый и немножко заменю. Нейросеть выдает вообще очень интересные макияжи, которые повторить, я думаю, сложно. Но вот интересный челлендж зато. Так, беру оранжевый. Надеюсь, я это обрезать не буду, как я набираю тут все это дело. И в начало... Нет, не в начало. Перепутала. Надо оттушевать розовый. Там у нее только небольшой оранжевый намек, поэтому я больше добавлять и не буду. Похоже? По-моему, не очень. Ладно, еще чуть-чуть оранжевого наберу. Да, нейросеть отрисовала людей вообще какими-то очень реальными. И мне от этого немного страшно. Возьму вот такой шейдер. Приятно, что тут, кстати, еще повседневные оттенки есть. Я как-то не задумывалась над логикой этой палетки. Ну, кстати, он похож немножко на... Не, не похож на сиреневый. Это я Colorblind. В палетке есть вот повседневный такой оттенок. Он кажется серым, а на мне он... На мне он... Это пыльная роза. Ну, как обычно. Это не проблема палетки, а моя проблема. Или я вижу неправильно. Или я очень загорелая. Тон у меня, кстати, сегодня тоже Influence Beauty. Вот этот сама я выбрала. Оранжевый... Блин, у меня нет оранжевого металла. Надо же, называется. Она повторяет макияж нейросетии. Но, ребят, третий, ну, который зеленый, он будет полностью сделан палеткой. Так как оранжевого металла нет, но я смотрю, у нее тут вначале такой оранжевый намек. Давайте, знаете, что сделаем? Конечно, не знайте. Я возьму оранжевый еще раз. Так, на нижнем глазу у нее что-то вообще какой-то кринж. Ничего, сделаем. Грязь у нее вначале отрисовалась. Но я повторю, ничего страшного. Мне не сложно повторить то, что у нее тут нарисовано. Типа, пытались затемнить, вышла грязь, но ничего, продолжим рисовать дальше. И розовый идет. Странно, что на слизистой ничего нет. Надо научить нейросеть красить людей. По-моему, похоже. Да? Возьму еще раз вот этот темно-серо-коричневый. Чтобы было еще больше похоже. Во! По-моему, что-то вырисовывается. У нее в углу есть сияние, поэтому я вот это возьму. Ну, нейросеть постаралась, я считаю. Я всегда насаживаю блестяшки на клей. Да, у нее тут оранжевый металлик, но, ребята, у нас есть кое-что получше. Прекрасный дуахром. Да ведь? Такой топпер немножко. Предлагаю посадить его на липкую подложку. Я вообще люблю челленджи. У меня они обычно идут по субкультурам. Но сегодня исключение. У нее, кстати, не Кат Крис. Но у меня не настолько открытый глаз. Поэтому выбора у меня нет. У нее что-то все-таки похожее на Кат Крис. Просто глаз более открытый. Хотелось бы мне оранжевый металлик иметь. У нее вначале будто бы матовость. Я понять не могу, что там. А давайте шейдером бахну вот эту штуку. Вот этот дуахром. Ни разу не приходилось делать это шейдером. Мне кажется, с первым макияжем я однозначно не справилась. Потому что вообще не похоже на то, что мне нейросеть отрисовала. Но у нас еще фиолетовая стрела. Это еще не конец. Подождите. Так, затемню тогда внешний угол розовым. Какой он яркий. Это вообще что такое? Инфлюенс бьюти. Сказала, что макияж тремя кистями. Сама маленькую взяла. Извините. Она была хитрулена. Переходим в первую выдачу. Тут тоже слизистая пустая. Нет, мне не нравится. Я возьму черный карандаш. Я думаю, черный сюда идеально подойдет. Это тоже от Инфлюенс. Давно приходил в пиар-рассылки. Хороший. Ну да, черная слизистая сюда подходит. И фиолетовый карандаш. Это мне Инфлюенс присылали. Очень давно. Конечно, рисовать карандашом по теням не гоже. Но я попробую. Ребят, что-то вырисовывается. Почему я пахну чаем? Я не знаю. Неа. Я думаю, что сюда, понятное дело, карандаш можно даже не пытаться нанести. Никакой, неважно от какого бренда, карандаш по теням рисовать не будет. Ну вот такой результат. Объединила, в принципе. Я думаю, получилось похоже. Да? Такую штуку нейросеть мне дала. Примерно. Если объединять эти два макияжа, да, то я думаю, что я, в принципе, справилась. У дамы почти с каткризом оранжевым нет стрелы. Я тоже стрелу рисовать не буду. Хоть и хотела объединить вот с этой, да, люксовой выдачей. Но максимум, который я могу сделать, это поставить здесь такую же розовую точку. Что-то на веселом. Остатками здесь подтушу тогда. Классная кисть, кстати, маленькая, удобная. Вот такая вот вечерушка. Теперь переходим на глаз, который я буду делать сама, без помощи нейросети. Я хочу сделать что-то типа вечернее. Хотелось бы показать вам синий, да, потому что дальше будет вот это зеленые глаза. Мне нужно подумать. Давайте синий и фиолетовый сатин точно. Без этого, без праймера у меня тут ничего нет, пусто и сухо, видите, я ничего не наносила. Начну тогда с этого, с коричневого, но я боюсь такой большой кистью, конечно, его набирать. Под этой кистью тени пылят, как я уже и говорила. Буду потихонечку работать, я очень боюсь перебрать. Без праймера тоже очень хорошо все наносится и тушуется. Тень такая пигментированная, я считаю, но ее можно тушевать. Формула, не скажу, что формула похожа на то, что у Influence было до этого. Немножечко она другая. А что нам сзади пишут? Палетка теней Neuro Artist, это современный инструмент, который позволит вам создать повторими образами и экспериментировать с цветами. Соглашусь все-таки. Сочетание ярких и нейтральных оттенков делает универсальный для любого макияжа, ну вот я же говорила. И повседневное что-то вот с этим можно сделать. С этим, с серо-коричневым. Вначале я возьму вот этот мов. Я все еще не вижу, что он мов. Для меня он серый в палетке, но он не розоватый. Вот такая здесь вечерушка. Я думаю, нет, я бы хотела еще подбавить серого. Прикольно, мне нравится. Акцент хочу на нижнем веке. Достаточно яркий. Давайте фиолетовый на карандаш нанесу. Или не на кар... Нет, сначала карандаш слизистую. Или может синий? Нет, синий наверх. Синий все-таки у меня пойдет наверх. Нижний глаз все еще пустой. И беру вот этот сатин. Я много набрала, поэтому может осыпаться. Но ничего не сыпется. Какой яркий цвет. И даже, кстати, не похоже на сатин. Можно было и вот эту фиолетовую мечту повторить, которую нейросеть сделала. Но уже поздно, как говорится. Так, немного в угол здесь тушую. Прикольно тушуется. Ой, мне в глаз попало. И возьму металл самый первый. Тоже на эту кисть. Челлендж все-таки. Поэтому следуем правилам. И не хитрим. Без клея беру синий сатин. И очень боюсь. Потому что я такие макияжи вообще практически никогда не делаю. Это немножко не моя эстетика. Ну, синий априори сложно сделать. Но в целом хорошо нанесся. Верхний слой я немного отстерла. И набрала побольше. Знаете, что он мне напомнил? Не кидайте, пожалуйста, в меня ничем. Синий из Пэтмоград. Он очень похожим образом наносился. Да и оттенок похож. Если мне память не изменяет, конечно. Сразу же затемнюем тут все сверху. Какой взять металл? Тут два есть. Дуохромчик. Вот мы на клею посмотрели. Давайте поглядим без клея. Снова на шейдер. Я думала объединить синий с фиолетовым наверху, но нет. Я очень удивлена от того, что даже без клея и без праймера, беру темный серый, тени очень хорошо сработали. Праймер создает такую липкую подложечку, в которой тени лучше цепляются. Но, ребята, что на праймере, что без праймера, очень даже красиво. Ладно, я доделаю глаза, стрелы. А здесь стрелу нарисую, тут нельзя, это нейросеть. Ну-ка, есть у нее ресни какие-нибудь? Ресни есть, но это свои, наверное. У меня таких нет, поэтому я сделаю стрелу, наклею ресни, покрасуюсь и посмотрим зеленый макияж. Конечно же, под приятную музыку. Сейчас вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Готово! Я не думаю, что у меня получилось похоже на это, на то, что мне нарисовала нейросеть. Но что-то общее есть. Мне не хватает, конечно, вот этой вот блестяшки, которую я тут нанесла, потому что она такая дуохромная и без подложки, можно сказать. Если где-то стесыпание, приношу извинения. Ну что, давайте поделаем сводчи вот этой красотки. Поехали, сводчи буду делать по порядку. Эта палетка не совсем в моей эстетике. Ну, то есть я вот так крашусь бывает, конечно, но редко. Как обычно, 1-2 сводчи. Синий мне... Вот на контрасте с синий мне показалось, что он носится не так, как зеленый. Хоть у нее оба сатины, но зеленый наносился немного нежнее. Я думаю, вы видели, когда я этот глаз с вами делала. Тени работают хорошо как на праймере, так и просто на закрепленном консилере. Ну, не мудрено, это Influence Beauty. Следующие 4 цвета. Также палетка, не скажу, что нелогичная, но сейчас засводчим самый темный и посмотрим, можно ли им затемнять все вот эти цветные вечерушки. Меня поразил фиолетовый сатин. То, что он на сатин вообще не похож. А зеленый, он тоже такой сатинистый. Но в нем как-то больше сатиновой текстуры, чем фиолетовым. То есть я фиолетовым смогла бы, например, что-то растушевать. А зеленым уже нет, но нижнее веко смотрится очень даже красиво. И мне понравился сегодняшний челлендж, потому что я работала тремя кистями, плюс делала макияжи немного несвойственные себе. Как плавно засводчился коричневый. Он темный, холодный. Это же коричневый, ну такой серо-темно-холодный-коричневый. Сводчи вообще получились шикарные. 1-2 сводч, как всегда, но синий не очень хорошо вышел. Потому что синий цвет сделать сложно, а тут он еще и такой сатинистый. Но сравните. Кстати, зеленый и фиолетовый. Вот зеленый, он больше переливает с таким сатиновым цветом, чем... Сатиновым цветом? Сатиновым переливом, имею в виду, чем фиолетовый. Тут не хватает фиолетового матового, конечно. Но цвета симпатичные. Напоминаю, что это не выкрученная насыщенность. Вот как выглядит выкрученная насыщенность. И вот обычная. Просто мне кажется, что очень ярко. Ну может быть на контрасте. Потому что рука у меня достаточно темная. Мне нравится то, что в палетке есть два металла. Один из которых такой топпер-дуахром вот этот. У него нет подложки. И он переливается из зеленого в серебряный. Ну такой необычный. То есть не навозный жук. Я слышала, кстати, что такие дуахромы называют спинка жука. А я навозный жук. Вообще молодец. Очень классная пигментация у палетки. Логика есть. Спасибо, что это не черный. Потому что иногда лучше затемнять все-таки темно-коричневым. Желательно холодным. Тем более такие цветные оттенки. Пожалуйста. У вас тут такой цвет имеется. Вот это меня напрягает. Оно на мне смотрится. Ребята, я не вижу в окошке каким. Но издалека я думаю такой бежевый. А на глазу это пыльная роза. Палетка очень логичная. Потому что розовый можно сочетать вот с этим. Можно сделать что-то повседневное. А где у меня бежевый? Ребята, я похожа на светлый бежевый. Засвучила зеленый. Извините. Ну не светлый бежевый. А просто белый цвет. Вот он, пожалуйста, здесь будет. Но его почти не видно. Поэтому ничего страшного. Я думаю, что палетка очень логичная. Правда, мне не хватает какой-нибудь спарку. Но вот эта вещь на клей, скорее всего, будет очень красиво смотреться. Это я проверю уже в других макияжах. Я прекрасно понимаю, что может быть какое-то недоверие к моим сводчам. Все окей. Вы смело можете сходить в Литуаль и посводчить эту палетку. Ее можно купить только там. Я достаточно часто вижу вопросы, где продается Инфлюенс Бьюти. Или где купить какую-то конкретную вещь от них. И вот эту палетку. Нейрохудожник. Нейроартист. Нейроартист, хорошо. От Инфлюенс Бьюти. Ее можно купить только в Литуаль. Больше ее, ребята, мои хорошие, нигде нет. Напоминаю, что можете сходить в Литуаль, посвочить, посмотреть, что кого. А можете заказать онлайн. Ребята, данная палетка, она эксклюзивна для Литуаль. Называется Нейроартист. Это трендовая палитра для неповторимых образов и экспериментов с цветами. Кстати, ребята, данная палетка создана при участии нейронных сетей, которые сгенерировали наиболее вдохновляющие цвета для трендово-футуристичного макияжа. Им удалось создать идеальную палетку из пяти насыщенных оттенков и пяти универсальных цветов для растушевки, затемнения и сияющих акцентов. Благодаря инновационной формуле Pigmentation с повышенным содержанием современных микропигментов, тени легко наносятся и смешиваются, обеспечивая плавные переходы и впечатляющие эффекты. Стоика текстура также позволяет макияжу оставаться ярким весь день. И знаете что, я вот с этой фразой соглашусь. Потому что действительно тени тушуются вообще восхитительно. Да, я здесь немного подтушевывала бежевым. Не знаю, конечно, зачем я это делала на обоих глазах. Но можно сделать очень ярко. А здесь я растушевала, чтобы не так ярко было. Потому что мне показалось, тут как-то слишком сильно затемнено. Не знаю, кстати, видно ли разницу. Но тени матовые, я сейчас про матовые говорю, они не низкой пигментации. У них пигментация выше средней. И можно даже донаслоить до того, что вы в палетке видите. Но не придется 10 слоев наслаивать, сидеть. А буквально со второго слоя уже выдается что-то подобное. Ну или просто сразу много набрать. Но не так много, что, знаете, как сидишь иногда в палетку, тыкаешь там искусственной кистью. И пытаешься набрать очень много. Нет, здесь пигмента действительно очень много. Особенно меня поразил розовый. Потому что хороший неоновый розовый. Он практически неоновый. В масс-маркете. Но, мои хорошие, найти достаточно сложно. Мне нравится, кстати, сегодняшний макияж. Даже жалко смывать его будет. Но напоминаю, что этот глаз у меня немного по-другому сделан. Однако оба красивые. Я считаю, что я справилась с челленджем. Нейросеть-палетку создаваемый макияж. Мне очень нравится. Я такое, кстати, крайне редко делаю. Поэтому интересно посмотреть, да, на что нейросеть способна. И способна ли я на повторение чужих макияжей. Я думаю, что вот этот самый удачный. Потому что, во-первых, он мне понравился. И цвета подходили под палетку. Так как первый, он такой был достаточно сложный. Ну, как по мне, просто я цветные макияжи не очень умею делать. Тем более, что такие какие-то размытые, всякие интересные. Ну, да ладно. Я надеюсь, что вы сходите в Литуале и оцените новинку. Потому что мне понравилось. Это, наверное, одна из лучших палеток этого года будет. Так вот, вечерушка. Пишите, пожалуйста, справилась ли я с челленджем. Если хотите, тоже можете повторить макияжи, которые я вам показывала. Не мое имя в виду, а нейросети. Вот эти вот скриншоты мои замечательные. Можете меня отмечать. Мне будет приятно. Потому что нейросеть эти макияжи все-таки создала, используя мои слова. Ну, я вбивала запрос. Ну, да ладно. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Сегодня я надела мое лицо и понравилась моя речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк. И оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Телеграм. Потому что... А вот не скажу. Там весело, ребята, в Телеграме. Весело и интересно. Всех люблю. Всем пока. Каким-то чаем. А, это чаем пахнет. О!